всем привет друзья меня зовут виктор и я вас приветствую на канале хохотун travel сегодня хочу с вами поделиться информацией о такой вот палатки north face talus 2 у кого мало времени кто хочет услышать только сухие цифры это двухместная палатка трекинговая трехсезонная имеет вес 2 килограмма 670 грамм имеет два входа два тамбура вентиляционные отверстия внутренний тент палатки вернее сама палатка сделана с большим применением сетки противомоскитной верхний тент палатки имеет влагостойкость 1500 миллиметров нижний тент имеет 3000 миллиметров но предвкушая замечание по поводу того что маленькая водонепроницаемость отвечу вам вот такой вот статистикой такими вот фактами что компания north face предоставляет эти данные после пяти лет использования палатки на открытом воздухе то есть эта палатка если она будет у вас стоять пять лет на улице в дождь в слякоть в солнце в мороз в снег неважно во что то через пять лет верхний тент будет иметь полторы тысячи миллиметров нижний будет иметь три тысячи миллиметров этого более чем достаточно если вы не собираетесь куда-то в экспедиции а вы туда не собираетесь потому что это трекинговая палатка и теперь расскажу о своих ощущениях эмоциях что мне в этой палатке нравится что у меня в этой палатке немножко вызывает недоумение и немножко бесит хотя нет не бесит но немножко вызывает недоумение поэтому кому интересно устраивайтесь поудобней поехали итак друзья хоть палаткой двухместная но самому ее сложить можно в принципе минут за пять даже быстрее если у вас нет опыта все будет интуитивно просто два-три раза вы сложите даже несмотря инструкцию вы поймете как я складывать но я и складывал чаще поэтому надеюсь я понял инструкцию правильно поэтому покажу что есть в этом чехле и что из себя представляет вообще палат в комплекте у нас идет идут люди люди вот такого вот золотого мажорского цвета что мне нравится в этих дугах то что они уже соединены между собой вот такими вот крепежами и вам не нужно ломать голову по поводу того какую дугу как с чем скрепить куда ее расположить и тому подобное то есть за вас тоже все сделали собирайте да и все колышек 10 штук тоже вот такого золотого цвета прикольно колышки алюминиевые легкие все как надо ну и собственно внутренне это подстилка под палатку внутренний тент наружный тент сложенный вон таким вот образом я складывал торопился поэтому не особо аккуратно ну что ж приступим к сборке палатки это все будет довольно таки быстро и конечно первым делом расстилаем внутреннюю часть тента как видите она у меня уже такая ношная не сильно чисто ну что ж после того как вы расстелили подложку для того чтобы не повредить внутреннюю часть палатки мы можем приступить непосредственно к внутренней палатки что также удобно в этой палатке есть вот такой вот красный уголок это обозначает что если к примеру он у вас будет с этой стороны то соответственно большой вход палатку будет тоже с этой стороны поэтому распилаем чтобы у нас под был с этой стороны и теперь пришло время собрать наши дуги все очень просто класс класс и они сами уже собираются итак друзья как видите дуги собраны и то что они уже скреплены вместе это очень облегчает работу для тех кто не особо знает как это все собирается теперь вставляем дуги кольца для того чтобы это сделать самому как это делаю я сначала я вставляю два края с одной стороны и затем выгибаю дуги упираю в ногу одну дугу и убираю вторую то есть вот так легко и просто они вставляют теперь можем прикрепить т тент очень легко крепится с помощью вот таких вот клипс последний штрих одеваем вот этот вот вот это крепление все итак друзья расскажу пока мисс не накрыл ее тентом то что тут очень много сетки как вы видите тут процентов наверное 30 всей палатки это сетка я сначала опасался что во время ветра будет холодно но будучи в карпатах и будучи в других походах я понял что когда дует ветер когда дует ветер он отлично поднимается и проходит под палаткой соответственно нет никакого конденсата и на утро палатка сухая непосредственно внутренний тент внешний тент понятное дело влажный в чем еще плюс плюс в том что вот этот вот карман для всяких вещей имеет три входа и сшит по всей длине в одной часть то есть когда вы сюда наложите тяжелых вещей и и будете головой цеплять когда встаете там либо ложитесь они у вас не вывалятся никуда не просто сыпятся вот сюда в кучку и все на голову вам ничего не упадет также у меня рост метр восемьдесят пять примерно я сижу здесь в полный рост и у меня есть еще место до палатки то есть я головой не касаюсь отличная палатка в которой можно сидеть и в которой можно не только сидеть сейчас о чем я в общем в этой палатке отлично помещается два человека и уверен что может поместиться и три человека если постараться друзья как я говорил ранее очень удобно то что на палатке есть вот такие вот красные обозначения что вам не придется крутить вертеть тент чтобы попасть большим входом на большой вход вы просто соединяете красный с красным который у вас вон в том углу просто набрасываем тент и крепим его к дугам палатки также на внутреннем тенте в местах где крепятся растяжки есть вот такие вот липучки которые вы можете крепить непосредственно к дугам я этим пользовался только один раз когда был сильный ветер и мне пришлось прикрепить тент к палатке при помощи вот этих липучек для того чтобы потом еще растянуть дополнительные растяжки все вот эти вот кольца мы одеваем под дуги палатки после того как мы это сделали мы можем потянув за вот этот вот лястик регулировать натяжку непосредственно тента но подтягивать вот этот вот хлястик лучше после того как мы уже растянем и два входа первым делом устанавливаем все в таком висячем положении потом будем подтягивать что ж палатка собрана теперь при помощи вот этих вот колышков мы можем растянуть ее и придать ей более красивый вид как видите палатка собрана и даже без дополнительных растяжек довольно таки устойчиво очень классная палатка в плане цвета в плане вообще огонь ну что ж пройдемся еще раз по палатке есть два вентиляционных отверстия в наружном тенте с той стороны такой же вентиляционные отверстия никак не закрываются есть вот такой вот большой тамбур в которой при желании можно положить рюкзак либо еще что-то другое вот такой вид палатки уже в собранном виде друзья повторюсь палатки довольно-таки много места и даже таким людям высоким как я до метр девяносто тут будет очень комфортно то есть вы не будете упираться ни головой ни ногами в тент палатки единственный вопрос который у меня возникает на всех сайтах в описании эта палатка позиционируется как палатка с двумя входами я понимаю вот вход до вы зашли сюда все классно но для кого вот этот для собачки для ежика ребят для кого сюда можно отлично тоже положить рюкзак и прочее но назвать полноценным входом это нельзя но круто то что он есть еще ни разу не пользовался потому что в основном я здесь ночью сам палатки ну что ж друзья если в двух словах то палатка я очень доволен если бы сейчас стоял выбор палатки то думаю что взял бы точно такую же для моего роста и моих потребностей она подходит идеально в ней очень много места в небольшие тамбуры что основной что дополнительный уверен что втроем в ней можно поместиться без особых проблем отличная водозащита ветрозащита устойчивость палатка собирается одним человеком элементарно в течение там пяти минут быстро сохнет тент за счет хорошей вентиляции за счет этой же вентиляции внутри палатки нет конденсата продуманные детали даже в таких местах как потолочный карман что на голову не высыпается ничего также радуют скрепленные уже зафиксированный пол что не нужно думать куда какую палку вставлять что с чем соединять связывать то есть вы просто бросили собрали и все и наслаждайтесь походу надеюсь что эта палатка прослужит мне не один год и будет меня радовать и пеших и в велопрогулках ему понравилось видео ставьте лайки подписывайтесь на канал подписывайтесь на меня в социальных сетях в инстаграме там очень много фотографий из походов которые не входят видео и они там появляются более актуально чем на youtube канале ссылку где можно посмотреть и купить эту палатку в украине я оставлю в описании друзья путешествуйте с комфортом путешествуйте как мы путешествуйте лучше нас до скорых встреч пока